Стартовал второй в этом году конкурс грантов президента Российской Федерации. С 16 августа открыт прием заявок для некоммерческих организаций. На реализацию общественных проектов в этот раз выделено 4,5 миллиарда рублей. Для потенциальных участников конкурса из Севастополя провели семинар в законодательном собрании города. Представители общественных организаций узнали о ключевых нововведениях второго конкурса, критериях оценки проектов, особенностях подготовки и подачи заявок и возможных ошибках. Наше основное требование это грамотный, хорошо структурированный проект, где есть конкретные цели, есть конкретные задачи, есть конкретный социальный эффект, из этого проистекают мероприятия и есть команда, которая действительно способна этот проект реализовать и показала свой опыт реализации предыдущих проектов. В среднем шансы получить грант 1 к 6. В этом году в первом конкурсе, который прошел с 17 апреля по 31 мая, участвовали более 6 тысяч заявок от некоммерческих организаций из разных регионов России. И только 970 проектов получили поддержку фонда. Активность Севастополя и Крыма в подаче заявок находится на общероссийском уровне, подчеркнул Иннокентий Дементьев. На полуострове большинство президентских грантов получили проекты в сфере культуры, добавил он. В первой грантовой волне 2017 года пять севастопольских общественных организаций получили деньги на развитие своих проектов. В фонде рассчитывают получить больше заявок от желающих побороться за господдержку в рамках второго конкурса. Люди действительно заинтересованы в получении этих грантов. Для нас большая часть, что именно здесь в Севастополе на площадке законодательного собрания будет представитель фонда как раз рассказывать, как эти гранты получать, про позитивный опыт тех севастопольцев, которые уже получили эти гранты. Я надеюсь, что наша севастопольская общественная жизнь будет развиваться, в том числе за счет президентских грантов. Заявки на участие принимаются до 29 сентября. Итоги конкурса станут известны 24 ноября. Выделение грантов предусмотрено на 12 направлений деятельности, утвержденных распоряжением главы государства. Более подробную информацию можно узнать на сайте президентскиегранты.рф. Необходимую сумму поддержки должен определить сам заявитель при подаче заявки, отметил заместитель генерального директора фонда президентских грантов. Если проект победит, итоговую сумму могут скорректировать эксперты фонда. Есть какой-то очень маленький процент заявителей, которым немножко сокращали сумму грантов на совсем необоснованные расходы. Но их очень мало. То есть в основном, если проект качественно хорошо подготовлен, то он получал именно запрашиваемую сумму. В семинаре участвовал представитель некоммерческой организации, победившей в конкурсе в этом году. Все в парке получили 468 тысяч рублей на установку уличной галереи. Одна из таких уже стоит в районе улицы Павла Корчагина в обновленном рыбацком сквере, который теперь называют «Динопарком». Тот проект стал первым этапом, чтобы сделать это хорошей традицией. Потому что, во-первых, приходят люди с семьями целыми, художники, фотографы могут выставлять там свои работы. Это показала, ну, галерея показала, в общем, большую социальную значимость. Новую уличную галерею планируют установить в парке «Каменный цветок» возле торгового центра «Муссон» или в сквере имени Анны Ахматовой. Сейчас там ведется реконструкция.